здравствуйте дорогие друзья март месяц и мы приступаем к посевам томатов я всегда сажаю свои томаты после 8 марта в прошлом году я сеяла даже с 15 по 4 апреля рассада у меня всегда успевает она бывает крепенькая хорошая и самое главное что она после этого быстро приживается вот при более ранних посевах рассада вытягивается и она еще долго набирает силу прежде чем дать нам цветы и первые плоды поэтому кто считает что вот ранние посевы они и урожай ускоряют не всегда правы если у вас хорошая качественная рассада туда у вас все получится быстрее а если рассада у вас вытягивается это значит что вы ускорение в плодоношении не имеете как мы сейчас будем с вами сеять да очень просто потому что производители качественных грунтов у нас обо всем уже позаботились нам не нужно в почву ничего буквально добавлять никаких то удобрений и даже обеззараживать почву не нужно потому что я взяла качественный грунт вот он у меня стоит за спиной это грунт богатырь и здесь уже прям на упаковочке написано что это обеззараженный грунт и девиз этого грунта крепкая рассада богатый урожай вот мы с вами и будем получать богатый урожай смотрите какой прекрасный грунт он такой сыпучий и даже вот в упаковочке сейчас он был практически ничего не слежалось немножечко немножечко мы там придадим ему вот такую еще сыпучую структуру и все здесь что верховой и низинный торф хорошей пропорции многих пугает что здесь верховой торф и вроде бы он кислый дорогие друзья здесь специальные уже добавочки которые раскисляет этот верховой торф то есть все с кислотностью здесь нормально а дальше здесь еще полный набор макро и микроэлементов то есть практически томаты мы не будем подкармливать и я вот уже убедилась что в этом качественном плодородном грунте рассада хороший растет и даже без подкормок баклажанчики может быть вы и подкормите потому что они более требовательны к питанию чем томаты а вот с томатами можно обойтись и без подкормок и так смотрите мы насыпаем вот какую-то емкость мне нравятся вот такие от печенье емкости они небольшие а почему я сразу например не сею в отдельные стаканчики да вот предлагают даже без пикировки томаты выращивать сразу пророщенные семечки раскладывать стаканчики я так делаю с перцем и баклажанами мы сейчас сеем в общую емкость для того чтобы экономить место под лампой у нас же лампы ограниченное количество до места занимают поэтому вот там мы плотненько ставим всю нашу рассаду нас там и цветочки и земляничка и томаты и перчики всем место надо вот мы насыпаем этот грунт видно да что какая крупная структура у этого грунта мне это как раз очень нравится потому что между этими крупными частичками много воздуха еще многих настораживает что здесь попадаются какие-то вот ну палочки будем говорить там какие-то еще как говорят махры или мочалки все это только свидетельство того что здесь как раз и присутствует вот это органическая составляющая что такое верховой торф это полуперепревшая органика и там в ней достаточное количество микроэлементов содержится то есть это все будет на пользу нашим растениям вот немножечко я уплотнила все я выбрала разные томаты вот например у нас такой томатик крупный и вот такой желтенький с более мелкими плодами сейчас мы посеем их здесь рядочками а рядочки можно сделать да просто ладонью вот так вот прожать либо какой-то линеечкой можно здесь сделать три бороздочки или 4 там по вашему желанию но я вот три сделаю теснить не нужно чтобы нам потом отсюда было очень хорошо пикировать вот продавили одновременно мы немножечко там уплотнили грунт все будут у нас аккуратные рядочки мы в разные емкости насыпаем семена наши чтобы их обеззаразить грунт у нас с вами обеззараженные вот семена нет чтобы нам лишнюю инфекцию сюда не вносить мы эти семена обеззараживаем чем да биопрепаратами я люблю пользоваться данном случае у меня фитоспорин он темненький такой и здесь в нем в этом фитоспорине бактерии бацилус субтилис я много раз уже вам говорила вот здесь у меня рабочий раствор такой чайной заварки и я буквально немножечко наливаю и вот в этом препарате должно простоять ну хотя бы часик а вообще можно оставлять семена там до момента проращивания когда из каждого семечка уже покажется корешок и раскладывать уже пророщенные семечки и тогда у вас гарантированно из каждого семени будет растение сейчас у нас просто вот эти семена там побудут какое-то время понятное дело что я сейчас час вы ожидать не буду я вам для ролика это все показываю ну а вы положенное время пожалуйста уж выдержите дальше что мы делаем дорогие друзья можно подсушить немножечко эти семена а можно их сеять сырыми и удобно например сеять с помощью зубочистки такие обработанные влажные семена они хорошо прилипают к зубочистке и можно их разложить вот в те рядочки которые мы уже подготовили вот у меня уже готовые обеззараженные семена я их просто процедила вот через такое сетечка это легко сделать выливаешь вместе с раствором эти семена и они у меня уже готовы к посеву сейчас мы их будем раскладывать кому как удобно кто-то зубочисткой кто-то пинцетиком кто-то просто руками раскладывать семена можно на расстоянии 2-3 сантиметра чтобы потом их было удобно пикировать вот таким образом мы посеем все наши семена мы разложили наши семена хотела вам показать но вообще говоря здесь разрыхляющие компоненты а в этом грунте поэтому частички тоже там светленькие как и семена и не очень понятно как они лежат мы просто закрываем ну вот так ладонью я закрываю эту бороздочку и сейчас польем полить можно абсолютно той же водичкой в которой у нас замачивались эти семена это еще раз будет такой небольшое обеззараживание вот так а грунт я повторюсь у нас уже обеззараженной и производители за нас это все сделали конечно поливать можно не только по бороздкам но и вот весь грунт увлажнить чтобы он такой был у нас влажненький чтобы семена у нас быстрее проклюнулись а сверху мы снова засыпаем сухой землей чтобы корочку нас не образовывалось но в принципе вот а грунт от лама торф который я сейчас вам показываю он такой рыхлый всегда никогда на нем корки я не видела сколько бы я не выращивала своих растений а я уже в этом грунте а сеяла и даже мелкие семена например земляничку выращивала прекрасно все отлично получалось ну вот смотрите дорогие друзья все у нас посев закончен вот так чуть чуть я разровняю сухую земельку и можно накрыть сверху вот крышечкой смотрите как все удобно дальше куда мы ставим вот эти семена в теплое местечко и от температуры зависит скорость прорастания этих семян если у вас холодно на подоконнике лучше туда не ставить раза в два могут дольше а сидеть там семена а если температура где-нибудь градусов 26 и даже больше то эти семена вообще выскакивают буквально на третий четвертый день и дальше они начинают развиваться прекрасно в этом грунте корневая система вот очень очень хорошо развивается потому что еще раз повторюсь здесь очень хорошие крупные частички и так дорогие друзья вы видели как легко и просто мы посеяли семена томатов все из-за того что большую часть работы за нас сделали уже производители лама торф очень грамотные специалисты и здесь наша почва уже обеззаражена вот эта бактерия бацилл субтилис она будет защищать наши растения от черной ножки и от других грибков и заболеваний здесь находятся полезные макро и микроэлементы и питание здесь хватит практически до высадки в теплицу ну и наконец еще и разрыхлители еще и влагоудерживающий компонент что действительно наши рассаде здесь будет очень комфортно выращивайте с удовольствием а вот применяя такие профессиональные грунты это действительно сделать очень легко и тогда у вас рассада будет крепкая здоровая и подарит вам обильный урожай в следующий день в следующий день